Всем здравствуйте! Сейчас буду делать творожную запеканку. Очень простая в приготовлении, очень эффектно выглядит при подаче на стол и очень вкусная. Поэтому решил с вами поделиться рецептом. Я сейчас покажу, что и как делать. Непосредственно сам рецепт, сколько чего нужно добавлять, будет внизу в описании к данному видео. Нужно сделать шоколадное тесто и начинку, начиная с теста. Полстакана сахара. Две столовых ложки какао. Два яйца. Все нужно взбить, чтобы растаял сахар. Добавляю растопленное масло. Сметана. Сода, но ее нужно погасить уксусом. И еще разрыхлитель для теста. Мука. И еще необходимо добавить немножко соли. Дальше я буду использовать вот такой вот глиняный сосуд, который называется макитра. Творог. Яйца. Сахар. Добавляю такую приправу, как кардамон. Ванилин. Корица. Немного разрыхлителя. Манка. Дальше все это нужно взбить в однородную массу. Можно использовать миксер. Можно использовать какую-то давилку, толкушку. Но у меня есть более эффективный и старинный способ. Сейчас покажу. Музыка. В рецепте этого нет, но я бы сюда порекомендовал добавить что-то. Например, или изюм, или как в моем случае, я порезал финики. Дальше я начинаю собирать запеканку. Это у меня форма для выпечки. На дно я уложил, вырезал круг из пергаментной бумаги, бумаги для выпечки. Ее нужно смазать или сливочным маслом, или обычным растительным. И дальше в эту форму я выкладываю шоколадное тесто. Тесто необходимо по дну формы распределить равномерным слоем при помощи ложки. Ничего здесь сложного нет. И далее по центру формы выкладывается творожная начинка. Вот так вот перед отправкой в духовку все должно выглядеть. На дне находится шоколадное тесто, а сверху по центру лежит начинка из творога. Дальше все я отправляю в духовку. Выпекать при температуре 200 градусов, в зависимости от вашей духовки, от 50 до 60 минут. Запеканка готова. Внешний вид очень интересно выглядит. Мне очень нравится. Теперь остается подождать, когда она остынет до комнатной температуры. Не нужно ее резать горячей. И еще один момент. Во время остывания она может чуть-чуть просесть. Но это как бы не страшно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова